Денег не было вообще. 15 тысяч рублей. Это был мой первоначальный капитал. Мы купили 150-литровый котел, в котором варили щи. Начал варить жидкое мыло, шампунь для автомоек. В этом году вы планируете достичь 17 миллиардов. Я думаю, можно взять больше. Где основной офис? Волжск. Почему не в Москве? Вот так вот. Я понял, зачем мне ехать в Москву? У вас часть сырья иностранная. Это здоровая такая плеуха всем. Это расслабон был, ты понимаешь? Это хорошо расслабляться. Если кто был в Лос-Анджелесе, это же город не ангелов. Это шикарное место. Все боссы. Нет никаких перспектив в России. Дарплаты 15-20 тысяч. Надо обязательно валить. За границей мы люди 2-го и 3-го сорта. Останешься ни с чем и сожрешься. Все-таки Волжский, Булград это не самый утопический регион. Есть чем заняться, кроме алкоголя. Но это не точно. Не форцы. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не форбсы. За моей спиной Мамаев Курган. И сегодня мы в Волгограде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то город назывался по-имперски Царицын. Правда, такое благородное имя он получил не из-за связи с правящей династией, а в результате искажение тюркских слов Сары Чин, что означает «желтый» или «красивый остров». Курган упоминал Царицын в своей монографии «История Пугачева». Между тем, новое важное лицо является на сцене действия. Суворов прибыл с Царицын. В мировой истории город более известен как Сталинград. Место коренного перелома во Второй мировой войне. Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. Город был практически стерт с лица земли. Понятное дело, что за это время Волгоград восстановили. И сегодня он живет обычной, спокойной, мирной жизнью южного города-миллионника. Здесь открываются новые кафе и рестораны. Но, к сожалению, Волгоград является одним из самых бедных городов-миллионников России. Кстати, Волгоград еще и один из самых протяженных городов в России. Он растянулся вдоль Волги более чем на 65 километров. Говорят, есть волгоградцы, которые, проведя всю жизнь в городе, не бывали на его противоположном конце. Лично для меня Волгоград очень важный город. Моя малая родина, я провел здесь первые 18 лет своей жизни. Но сегодня мы немножко отъедем через Волгу по знаменитому танцующему мосту в Среднюю Ахтубу. Средняя Ахтуба – это поселок в 30 километрах от города. Туда мы отправляемся на завод компании «Грас» к известному в здешних местах бизнесмену Михаилу Грачеву, сооснователю компании. Они выпускают автохимию, бытовую химию, косметику и многое другое. Грачев окончил местный Волгоградский политех, бизнес начинал в гараже, где создавал простейшую автохимию для машин. Сейчас у него своя компания под названием «Грас» от фамилии Грачев. Кстати, мне тут птички нашептали, что планируемая выручка «Грас» в этом году составит более 17 миллиардов рублей. Звучит неплохо. Стал ли Грачев бенефициаром этого кризиса, учитывая частичный уход таких мировых гигантов, как «Проктер и Гэмбл», «Юни Левер» или дела у него обстоят не очень, как у большинства. Пойдемте разбираться. «Нефарцы». Приветствую, Михаил. Привет. Правильно я понимаю, что это твой первый бизнес, основанный в 2003 году? Да, это первый бизнес, который стал немножечко большим. Во сколько лет ты его начал? Мне было 23 года, когда я открыл компанию. Обалдеть. Здесь на самом деле вечер, жара, и нас уже атакуют волжские мошки, поэтому пригласите. Пойдем все увидим. Круто. 41 градус, вы видели? Вы видели 41 градус? Смотрел твое интервью, и в 2020 году ты говорил, что у вас выручка была более 9 миллиардов. А мне тут нашептали, что в этом году вы планируете достичь 17 миллиардов. По плану 17 с чем-то миллиардов это с НДС, но я думаю, можно сделать больше, 18 и под 19 миллиардов. С чего начался твой путь к такой безумной выручке? С того, что я химик, всегда был химиком и в школе, и в институте, после института работал на заводе на советском. Очень быстро понял, что развитие там не получишь. Попал в молодую компанию местную, в Волоградскую. Мы делали сырье для моющих средств, покупая кокосовое масло из Голландии. То есть это было очень интересно. Я по образованию химик, синтезер. То есть я был связан очень долгое время с моющими средствами. Мы делали для кого-то сырье. Потом я хотел уехать или в Сеул, в Корею, или в Москву технологом. На тот момент, 2003 год, уже 1000 долларов зарплату можно было получить. Это было, конечно, круто. И друг меня уговорил, давай, может быть, что-то свое придумаем. И так как я знал рецептуры всего на свете, для людей, для собак, для машин, для чего угодно, то мы открыли производство. То есть твой диплом тебе пригодился? Редкий случай, когда мой диплом действительно пригодился. Мне вот рассказывали, что ты прямо в гараже первые образцы замешивал в каких-то простых тарах. Что это было за период жизни? Когда я открыл производство, то, собственно, я-то и был работником. Потому что я умел все это варить. И мы купили 150-литровый котел, в котором варили щи раньше. И сам начал варить. Жидкое мыло, шампунь для автомоек. Было как? Я знаю, что все, что пенится, я умею делать. Что на глаза попадается? Мойки. Они бросаются в глаза. Нужен шампунь. Супер сделали. Так, раньше рынки. Так, значит, жидкое мыло, средства для посуды. Вижу, делаю. И так далее. Как в бойцовском клубе этот Брэд Питт делал мыло и пытался его продавать. А кто у тебя тогда был вот в команде? С кем ты начинал? Насколько я знаю, вот Константин Фиданов, это твой основной партнер. Да. Костя почему? Потому что у него каким-то образом была машина, а я был вообще из супербедной семьи. И когда я варил шампунь, мне не на чем было развозить его. У Кости была машина. О, слушай, повозишь помойкам? Я тут делаю кое-что. Хорошо. Потом у меня друг Алексей, Викторий Шалаев, он сейчас работает с нами. Он возглавляет производство. У него тоже была старая шестерка советская, российская. И он на ней тоже начал развозить помойкам. То есть вот так собирали свою команду из тех, кто был рядом, у кого что-то хотя бы было. Соза машина была. У Кости были тогда праворульные все машины. Тойота, я помню, красный суппорта, красиво. А у Алексея была шестерка, вот наша российская. А, Жигуль. Жигуль, да. И вы ездили, предлагали свою продукцию по автомойкам, мол, купите дешевле, да? Автомойки и рынки. Чем вот то, что на тот момент было. Или тогда вообще не было ничего на автомойках? Было на автомойках, был местный шампунь, Каустик делал. Этот шампунь хорошо пенился, но он разъедал прям напрочь руки. Раздражение было сильное. То есть это была фактически техническая жидкость какая-то. Нельзя было ей мыть машины. И мы предложили нормальный шампунь из сульфатфлатнатрия, дидламид, косового масла. Это мягкий, пенящийся, настоящий шампунь. Какие тебе требовались тогда инвестиции, деньги для этого, какие-то твои сбережения, я не знаю? Денег не было вообще в течение где-то трех лет. То есть три года мы выходили на какую-то минимальную прибыль. То есть все эти три года я жил там на деньги, которые давали родители. Представляешься начинать бизнес, когда у тебя ноль инвестиций. И какое-то время, через какое-то время, потом, когда мы поняли, что в принципе проект удачный, он может масштабироваться, и нужно хоть чуть-чуть как-то денег вложить. В нас вложились тогда вот Костин отец. У них была компания, они продавали металлтрубы. И в общей сложности в компанию ГРАС было вложено в течение, там, какого-то года, там, двух-три миллиона рублей. И сейчас... Это с 2003 по 2006 год, ты говоришь, да, три миллиона? Где-то так, да. А начинали вы просто из того, что было это, какие-то там сто тысяч рублей, я не знаю, сколько это было. Я помню, был случай, когда мама мне сняла со своей книжки 15 тысяч рублей, я на эти деньги купил сырье, и это был мой первоначальный капитал. Она сказала не говорить отцу об этой сумме, это ее были личные накопления, потому что отец не верил, что можно сделать свой бизнес. Отец у тебя работал на трубном заводе, в Волжском, это гигантское просто федеральное предприятие. Он у тебя был кем там? Он был что-то вроде старшего мастера, ну, неплохая должность, учитывая размеры завода. Он всегда верил, что нужно идти на завод, потому что это стабильность, есть даже какие-то знакомые в химической лаборатории, я тебе, говорят, устрою, и все будет хорошо. Не занимайся ерундой, о чем ты говоришь, какой бизнес? Вот так я начинал, представляешь, вопреки. Я начинал вопреки, чтобы доказать, что я могу, доказать маме, что она не зря сняла свои деньги и вложила в меня. К сожалению, мама не дожила до этого времени, чтобы увидеть, что компания действительно стала большой. Папа сейчас что говорит тебе? Папа долгие годы говорил, что, слушай, Миша, как у вас дела? Я говорю, нормально, все, развиваемся, здесь, тут, строим производство. Он говорит, смотри, ты не обольщайся, все очень быстро может закончиться, останешься ни с чем и собьешься. И он меня пугал лет восемь, мы уже там больше миллиарда продавали, он продолжал меня пугать, не, не, подожди, вот все может в любой момент рухнуть. Ты, типа, не обольщайся, что все хорошо. И мне кажется, годы, не знаю, три-четыре назад, когда у нас уже было там больше пяти миллиардов, он перестал это просто говорить. Так что он сказал, молодец, сынок, я всегда на тебя верил, таких не было разговоров. Я из классической семьи. Вы начали, получается, втроем, да? Ты был основным, собственно, я не знаю, кем, как это называется, химиком, да, производителем. Да, и получается, Костя помогал развозить, и был еще Алексей, то есть с трех человек компания началась. Да, примерно так, и там еще один человечек появился, потом четыре, ну, с трех человек, да. И сейчас в компании около полутора тысяч человек. Как вы управляете таким коллективом, потому что здесь прям целый мини-город, и здесь такой, как я понимаю, креативный офис, да, где мы находимся. Есть еще основной, первый офис, как я понимаю, там производство. Есть производство, да, но там офиса нашего уже нет, там сидит офис нашего дистрибьютора по Волгоградской области, и там есть какое-то производство. Основной здесь, офис здесь основной, есть московский офис, понятно, что Прага, Шанхай, но вот этот, иногда нас в Москве особенно спрашивают. Где основной офис? Мы говорим, в Волштон, в Средняк, почему не в Москве? Ну, вот так вот. Почему, кстати, не в Москве? Потому что, когда я заканчивал 11 класс в Волгограде, вот здесь у всех была идея свалить в Москву, в Питер или за границу. Это редкий случай, что вот кто-то амбициозный хотел делать что-то здесь. Кто-то возвращается что-то там открывать делать, у меня есть такие примеры, но в целом была такая вот тенденция уезжать, типа в Волгограде нет никаких возможностей, нет денег, и там, ну, во многих профессиях правда себя сложно здесь там реализовать. Почему ты никуда не уехал? Ну, я много на эту тему рассуждаю, много с людьми говорю по этому вопросу, почему здесь, почему в Москву не едешь, не валишь или за границу. Я говорю, ребята, это прекрасное место, во-первых, где можно жить, здесь хорошая погода, здесь реки, озера, леса, поля. Здесь очень много хороших, добрых, талантливых ребят, которые приходят на работу и по-настоящему вовлечены в процесс. Ведь в Москве как? Твоя компания, не дай бог, находится далеко, и ты нашел с такой же зарплатой ближе, люди просто уходят. Нет никакой лояльности, нет ценности в Москве никакой, просто выше зарплата, ближе ехать до работы, все. Такое здесь невозможно. Здесь человек, если прикипает к работе, если он чувствует, что есть отдача, он растет, все, он твой на всю жизнь. И что интересно, мне европейцы нравятся, они не валят все в Милан, например, да, или не собрались все, не все там находятся. Ведь очень много классных производств находится в регионах, и они не парятся. Я не понимаю, почему у русских вот это все. Всем в Москву. Да сколько несчастливых людей приехал туда на электричку, я их встречаю иногда, те, которые уехали с деньгами большими. У нас и налоги все идут в целом в Москву, знаешь, в целом, вот какое у тебя отношение к Москве, как у такого регионального, я бы сказал, звездного предпринимателя? То есть ты недолюбливаешь Москву, как многие, как в целом многие россияне? Москва – это город, которым я горжусь, и я говорю всегда, лучший город в мире, вот если из больших городов, лучшая столица мира. Вот реально лучше. Но мне там необязательно жить, я не собираюсь там проводить, терять много времени в пробках. Зачем? Просто зачем? Типа люди едут в Москву, чтобы узнать, получить новые знакомства, какие-то, возможно, найти работу. У меня знакомых, я стою в клубе 500, я был больше, чем 30 стран мира. Я понял этот мир, у меня нет недостатка знаний, я прочитал сотню книг. В принципе, я понял этот мир, зачем мне ехать в Москву. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа. Сколько вы сейчас делаете продуктов? Я вот в последнем интервью, в одном из последних, ты говорил, 54 у вас продукта, но сейчас я понимаю, что это в разы больше, их там невозможно все посчитать даже. У нас всегда было много, я там, может быть, говорил 500-600, сейчас больше тысяч, около полутора тысяч продуктов мы делаем различных. Если брать всю тару, потому что там бывает 0,5, 0,7, 0,6 литр, 5, 50, 20. 50 – это, наверное, видов тары у вас было, наверное. 50, я думаю, даже видов тары больше. Видов тары уже больше. Вы начинали с автохимии, а потом как-то переквалифицировались просто почти на все, что связано с химией, по-моему. Как это произошло? Да, автохимия наше было основное направление долгие годы, и слово диверсификация для меня, оно имеет большое значение, я его часто применяю. Мы смотрели, куда еще можно расшириться, делали отдельную страцессию. Нам казалось бытовая химия, вроде бы перспективная, но там огромные бренды есть. Проктер, Ели Левер, Реккет Бенкизер, Хенкель. Ну как с ними бороться? И давайте попробуем, у нас же все гипотеза, да? То есть мы проявляем гипотезу небольшими силами. Сделали несколько продуктов, делали страцессию, нужна ли вообще бытовая химия, и мы спорили. В итоге решили попробовать. Я занялся сфоксирусным направлением, и вот в прошлом году около 5 миллиардов уже продажи были по бытовой химии. В этом году план где-то 7,5 миллиардов. Представляешь? Мы просто попробовали бытовую химию. А расскажи, вот как у вас вот в этой выручке делятся вообще направления, там, автохимия, бытовая химия? У меня сейчас вот косметику, я знаю, вы запускаете, запустили уже даже. Запускаем, да. Совсем недавно в этом году буквально бытовая химия обогнала автохимию по прибыли, по выручке. Следующий в обороте идет автохимия в районе 40%. И клиник, клиник хорика, то есть у нас очень много продуктов для кафе, ресторанов, гостиниц, тоже растущие направления. И у каждого направления есть свои поднаправления. Например, в автохимию мы пошли в дорогую косметику, это детейлинг, химия для детейлинга, такое направление. В клининге мы развиваем активно направление пищевая химия, химия для пищевых предприятий. Очень как раз вот сейчас крупные бренды международные, эколапы, дайверси, уходят с рынка. Представляете себе, мясные, молочные, пивные, производство курицы вдруг могут встать, если у них не будет химии вот этой иностранной. Благо у нас все есть. Давай начнем с пандемии, вот эти последние кризисы. Для вас это стало точкой роста, серьезной, насколько я понимаю. Или вот такой успех по экспоненте шел раньше? Как вот вы развивались? Такой трек, расскажи. У нас рост был первые 5-7 лет, 80-100-70% рост. Потом к 2014 году первый кризис. Мы росли, я посмотрел, вот смотрю по отчетам, 35%. То есть мы такие подумали, что мы уже после миллиарда, когда продаемся, мы уже красавцы. И как-то подзатихли. И опустились до роста 35%. То есть на тех оборотах это немного. Кризис нас отрезвляет. Мы снова начинаем делать страцессии, мозговые штурмы, ездим по городам, расширяем отдел продаж. И снова выскакиваем на 40-50% роста. Потом многие года у нас стабилизировалось где-то 40-43-45% рост. Пандемия опять больше 50% рост. Пошла у нас бытовая химия на самом деле. То есть люди сели дома, мойки закрыты, просело направление. Рестораны, гостиницы, все очень плохо. Но люди сели дома и начали потреблять много продуктов. Они стали переживать за чистоту рук. Начали мыть просто мылом. То есть у нас просто средства для посуды, унитаза, для рук. Просто жидкие мыла полетели вверх, понимаешь? Люди себя дома кушают. Мусорят и надо убираться. Я понимаю, да. А это наша работа. Что изменилось с начала спецоперации? Я у тебя в инстаграме видел ролик, где ты говоришь, что там цены поднялись на 20%. Это вот мартовские роли. Какая ситуация сейчас? Я там общался с разными людьми, с Россельхозбанка и с прочими. Говорят, что у вас часть сырья, 40 или 50%, оно иностранное. Даже больше, я думаю, 60-70% иностранного импортного сырья. Благо, это не Европа. То есть у нас была большая доля европейских поставщиков, которые отваливались, отваливались и отвалились. Я даже однажды сказал тоже в сторис, что компания одна немецкая ушла с рынка. Мне потом обзвонили весь телефон. Вы что такое говорите? Мы не ушли с рынка. Типа, срочно сделайте опровержение. Им тоже в свою очередь уже все обзвонили, говорят, паника на рынке. Грачев сказал, что немцы уходят с рынка, как пусачки сырья. Сейчас могу точно сказать, они ушли. Они точно ушли, сейчас можно уже прям не париться. Мы резко переходим на Индию, Китай, Иран, Турцию. Я был сам в Индии на выставке. Вот сейчас мои коллеги из снабжения были в Турции. Следующая поездка в Иран, не знаю, поеду. Нет. И в принципе мы нашли аналоги. И причем так прекрасно получилось, что мы раньше сидели на европейской химии какой-то специализированной, знаешь, такие некоторые загустители сложные, некоторые косметические средства, силиконы разные там для тех же волос. Так мы нашли все, оказывается, и в других странах. Дешевле и лучше. То есть мы просто раньше не задумывались. Но лучше это кокетствует чуть-чуть или нет? Лучше это значит, что оно там производится, сырье там есть, а же Индия, да? Это же колоссальный рынок для сырья, для косметики. Ведь у них растут эти цветы, масла, экстракты, красители натуральные. Все это на самом деле из Индии. Возможно, европейцы просто перепродавали или доделывали немного. Ты видишь какие-то вообще потенциальные угрозы, которые могут быть там из-за этой спецоперации, такой экономической изоляции? Или это все неправда? Экономическая изоляция в этом мире как будто бы невозможна, но мы по себе это видим. Пожалуйста, иностранные контейнерные линии отказались нас возить. Окей, есть российские, есть китайские. Сырье не продают немцы. Супер. Индусы с удовольствием, иранцы ждут, когда мы у них купим наконец-то. А как, кстати, происходил вот этот исход ваших там немецких контрагентов, например? Что это было? Просто письмо, что простите, до свидания, Михаил? Сначала полная предоплата, в чем проблема была у нас, в том числе с деньгами. Полная предоплата всех покупок. Хорошо, что не предыдущих, но хотя бы вот следующих. А у нас отсрочки были там и по 90 дней, и по 120 дней у тех же немцев были отсрочки. И тут вдруг ты должен предоплату делать. Это, конечно, и все простучки так делают. Потом они говорят, вот это на складе есть, вот это пока не возим. Уже такая ласточка такая первая. Как так, не возим? Ну, пока то, что есть на складе, забирайте. А потом то, что на складе заканчивается, они говорят, все, новых поставок не будет. Это вот мог быть кассовый разрыв, наверное, да? Кассовый разрыв у нас был в мае, да. Был в мае, у вас кассовый разрыв. Из-за того, что предоплаты включены, а своих партнеров мы не смогли на предоплаты, ну, потому что это порушит их бизнес. Что ты делал, свои деньги вкладывал или кредит брал, что? Конечно же, мы резко увеличили кредит у разных банков. Ну, с нами работает много банков, мы просто увеличили, постарались. Кредиты отменили некоторые платежи, то есть мы перестали возить сопутствующие товары. Мы же производим очень много продукции, но мы также привозим противничные материалы, там, разные оборудования для автомоек. Говорил, вы даже урны картонные продаете. Да, и мы вот непрофильные вещи, мы стоп закупки. И у нас сейчас не до грузов, вот до 100 миллионов в месяц, не до грузов, потому что мы не привезли вовремя разные вот сопутствующие товары. У вас уже стабилизировалась ситуация? Все, в, да, в июне, в июле все нормально. По кэшфолу мы смотрим в июне небольшой минус, но это не критично. В июле уже большой плюс все. Большой это когда в месяц у тебя может, там, не знаю, плюс 150-200 миллионов образуется денег больше, чем тебе нужно заплатить за какие-то текущие твои долги. Я видел у тебя пост о событиях на Украине, он такой очень аккуратный, и ты не сказал ни за, ни против, ничего. Но наклейки Z я тоже не увидел на твоей машине нигде, и этих символов тоже я не увидел. Я, конечно, стараюсь никак не высказываться на эту тему, потому что как бы, что бы ты ни сказал, будешь не прав, будет хейт. И скажешь за, и скажешь против. Лучше туда не лезть. Не моя тема вообще. Ты в шоке был от ситуации с Олегом Тиньковым, как ему пришлось продать банк? Очевидно, он тебе симпатичен, мне кажется, как бизнесмен. Олег Тиньков, да, он резкий, конечно, он делает свое дело, да. Он сейчас немножко грустный, да, все же смотрели интервью уже с Дудем. Я просто не мог это ничего не сказать, после того, что я прошел. Ты можешь умирать от рака, да, но почему ты просто умираешь от бомбы? Потому что ты живешь в Украине. Ну что это за пи*** такое? Ну как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу, я не хочу это видеть, я хочу про это сказать всем. Ну я потерял 9 миллиардов, бросил их, но я посчитал, что правильным умереть с хорошей кармой, потому что, ну, мы все умрем. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. А если надо, наш папа ссыку... Язык в шопу засунул. Да, мне было страшно, но я это сделал. Какие у тебя впечатления после интервью этого? Человек пережил и еще не пережил смерть фактически. Потому что я сталкивался с этой темой, я был в Москве в детской онкологии, я видел детей уже лысых, которых облучают, которые, вот некоторые из них умрут скоро. Понимаешь? Мы не были в такой ситуации. Он столько пережил, и для него все перевернулось. И ему сейчас то, что нам сейчас кажется важным, уже не важно. Ему здоровье, семья, какие-то другие ценности. Я, меня особо ничего не порят. Но он там к Галецкому обращается, что Сергей, не отсидишься, не отмолчишься. Вот ты что думаешь по этому поводу? Может ли реально Галецкий там что-то потерять, если выскажет свою позицию? Или у нас вот должны быть бизнесмены в этом плане ниже травы сидеть? Я бы не хотел газовать, знаешь, устраивать революции. Вот не дай бог, вот хуже революции ничего нет. И мы видели в других странах это. И я нашу помню, Октябрьскую. Сколько раз я вспоминал про нее, да? Когда мы... Октябрьскую помнишь? Тебе вроде 43, по-моему. Я вспоминаю по описанию, по истории, перечитываю, да, Октябрьскую. Величайшая империя. Мы выиграли фактически войну. У нас должно было достаться куча территорий. Все зашибись. Нет же, матросы, недовольные там чем-то, притеснением. Слушайте, вы всегда будете недовольны. Просто уничтожили страну. Представь себе, сейчас нам кажется плохо. Но представь устроить революцию в этой стране, где типа плохо. Будет так отвратительно, что нам покажется, ребята, отмолдайте нам, пожалуйста, обратно сейчас. Вот это... Пусть будет пандемия, все будет спецоперация. После революции нам покажется, что хуже просто ничего не бывает. Я говорил с одним предпринимателем, нашим иммигрантом во Франции. Он говорит, что нужно просто нормальные социальные выплаты. Вот как там, условно? Социальные выплаты. 500 евро, и это гасит очень много разных вопросов. Понимаешь, что у нас за чертой бедности живет там около 20-30%. Ну, мне больше... Ну, не знаю. Мне нравится политика государства. В последние годы прям поддержка бизнеса. Да? Ты ее чувствуешь? Да, конечно. Нам дали субсидированные процентные ставки. То есть у нас был 1%, вот у нас несколько кредитов под 1%, представляешь себе? То есть мы купили вот оборудование, которое приехало, может быть, вы видели его, это вот на деньги под 1%. У нас очень много реакторов, разливочного оборудования и еще что-то. Мы купили фактически без процента кредиты. Также есть некоторые гранты. Кто-то получает на развитие НИОКР, то есть научной сферы. Кто-то получает на какое-то импортозамещение, на увеличение производительства труда. И вот сейчас мы ждем очень хорошие... А, даже нам дали. Нам дали грант на построение инфраструктуры. То есть наши котельные, газопрошенные установки, электроподстанции, дороги. Представляешь, сейчас солнечные батареи мы будем покупать. Там нам выделили там, ну, там... Для производства или для чего? Много денег. Чтобы мы купили все эти подстанции. Кто, Минпромторг вам выделил или кто это? ФРП и Минпромторг. Очень хорошо работает. Ты считаешь, коррупция главная проблема сейчас в России или нет? Коррупция? Я не считаю, что вообще... Я вообще не знаю страны, в которой ее нет. И там, в Америке ее предостаточно. Это не главная проблема. Главное все-таки не хватает в эту страну вливания денег извне. У самой страны их никогда не будет достаточно. Но все страны могли бы сюда прийти. Открыть заводы. Приехать специалисты, инженеры, научные работники. Использовать наши земли, ресурсы, нашу территорию. Ну, действительно, вот концентрация населения Китая в Японии, да? Вот я на Дальнем Востоке только что был, да? И у нас. Да куча незасаженных полей брошенных. Сейчас последние годы лучше. Но по-прежнему я вижу много незасаженных полей. Или брошенные строения, брошенный какой-то завод, когда-то был. Ферма брошенная. Да нет такого в Европе. Каждый клочок используется. Не парсы. А какая вилка вот вообще в ГРАС? От какой суммы до чего можно дорасти? Я смотрю, я сам удивляюсь. Средняя зарплата где-то 55 тысяч где-то у нас. А в городе, наверное, 30 с чем-то, да? В городе зарплаты 15-20 тысяч есть. 15-20 тысяч. Я до сих пор в это не верю, но... Это же просто ужасно. Да, 20 тысяч. Как вот жить на 15 тысяч? Ты вот едешь по этому городу, ты отвечаешь себе на этот вопрос? Я не могу в полтора миллиона ложиться в месяц, мне кажется. Поэтому я не представляю. Что должно поменяться, Михаил? Скажи, пожалуйста, тебе бы сказали, дай совет российскому правительству, что нужно поменять, чтобы в Волгограде были зарплаты не 200 баксов. В Волгограде или в стране? Ну, Волгограде, давай про него поговорим. В стране, давай про страну, давай. В Волгограде нам очень-очень нужны инвестиции. И это не государство. Что не надо клянчить государство. Я часто езжу в разные страны и в последнее время смотрю в Дубае, да? В Дубае. То есть в пустыне они пустили просто всех инвекторов. Ребята, приезжайте, инвестируйте, стройте отели, ну, там, не знаю, какие-то бизнесы свои. Сделали офшорную зону. У них же там есть и IT-компания, есть и производственные компании. Я там был. Специально офшорную зону. Просто все приезжайте сюда и начинайте строить. И весь мир у них построил их город, их города. Это же классно. То есть в нашу страну, где очень много ресурсов, очень много земли, в принципе, достаточно много людей, не хватает, чтобы приезжали другие люди и строили, 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 строили. Инвестировали. И наука, и экономика технологии, и денежные массы. Как это в том же Китае. Ведь в Китай приехал весь мир, построил у них заводы. В итоге китайцы посмотрели, научились. построили свои заводы. Просто расцвела страна. Нужно пустить инвестиции. А чтобы их пустить, надо, чтобы нас не боялись. Короче, перспектив нет. Да ладно? В ближайшие несколько лет. Ты думаешь, да, серьезно? Ну так вот, с улыбкой на лице, но тем не менее. Ну да. Ну я-то не парюсь. Я, ну, у нас, ну, все хорошо. Потому что человек мыслящий, человек гибкий, человек, который много видел. У тебя всегда очень много вариантов. То есть у нас, у меня же одновременно, сейчас, не знаю, 15 компаний. Это значит, столько примерно проектов. Даже проектов еще больше. То есть у нас иногда проблема, так, ребята, стоп, хватит генерить идеи. Хорош. Мы еще те не вывезли. Представляешь? Очень много идей. Очень много чего есть заняться. Ну просто, к сожалению, так все люди не думают. Ну потому что они никуда не ездили. Сколько у нас? Население. 5% человек имеют загранпаспорт в стране? Или меньше? А ездило 3? Нет, я, по-моему, я смотрел недавно, около 30 имеют загран, а вот ездило, по-моему, 5, да. 5. Ну ты представляешь себе, люди просто ничего не видели. Поэтому, когда мы едем по нашей стране и видим синий забор, красная крыша, этот не оштукатурил дом, этого есть лужайка, у этого мусорка. Ужас, я не понимаю. То есть у людей нет вкуса. А почему нет? Потому что они это видели всегда. То есть они не были в Италии, где у всех коричневые крыши. В Германии все черные крыши. Просто никто ничего не видел. Люди не пробовали, вот я был на Южно-Сахалинске, они не едят устриц, например. Я нырнул в Владивостоке, достал устриц и съел при них. Достал еще морского огурца, тут же приготовили. Они не едят это. Понимаешь, гребешков не едят. Нет культуры. А вы были, я спрашиваю, в Японии ребят с Южно-Сахалинской? Они говорят, нет, а что там делать? Сколько лет живете? Да лет 25. Они не были в Японии. Ну дорого в Японию ехать? Да недорого, они не видят в этом ценности. Они не понимают, что в Японию надо приехать не в Асахе и пиво попить, а что-то для себя понять. Ведь у японцев технологии, мышление, новые продукты, бизнесы, сервисы. Они свою территорию используют по максимуму. Увидеть, как и что. И у себя применить. Приехать и стать самым умным на Кунашире, на Шикотане, на Интурупе. Не парсы. Друзья, здесь очень громко, но я думаю, вы должны услышать это производство. Куда мы пришли, Михаил? Это один из производственных цехов, уже новых. Здесь 3000 метров на одном этаже, 3000 на другом. Что здесь происходит именно? Под нами этаж, где в 10-кубовых им гостях смешивают ингредиенты, через трубу выдают его на этот этаж, и здесь уже идет розлив. Розлив продукции. Мы производим, если во флаконах, около 8-10 миллионов флаконов и канистр в месяц. 10 миллионов флаконов в месяц. Я видел пресс-формы какие-то очень дорогие, итальянские. Сколько стоит такое оборудование? Одно оборудование, которое современное уже у нас в лесной станковке стоит, стоит в районе 700 миллионов, 700 тысяч долларов. Ничего себе! Слушай, а что с ними сейчас? Итальянцы не ушли из России? У вас детали на это все есть? Да, итальянцы, кстати, и вот эти, что производят водуные аппараты Magic, и мы получили только что три новых высокопроизводительной разливочной линии итальянцы поставляют. Проблема только с транспортом. Как это вывезти из Европы? Вот сейчас говорят, Россия в транспортной блокаде, вы знаете, говорят. У вас с этим есть какие-то нарушения в цепочке продаж? Да, вот именно из Европы мы не могли около полутора месяцев вывезти оборудование, которое уже оплачено. Сейчас оно доезжает? Доезжает через Литву, Польшу, Эстонию, меняют головы, там, европейское, до Беларуси. И в Беларуси сделали сейчас хаб транспортный, где все европейское приезжает в Беларуси, и дальше же белорусские машины по России. В принципе, проблема решается. Вы много на этом потеряли денег, вот так, честно. Мы практически не потеряли деньги, потому что у нас были остатки сырья, материалов, и мы резко переходим на покупку вот сырья из Азии, из Индии, из Ирана. Слушай, а скажи, какая вообще у вас прочность у компании, сколько вы можете существовать, условно, на накопленные деньги, если вот там надо остановить производство? Сколько? У нас запасы продукции где-то на 30 дней, то есть склад, который, вот мы сейчас видим, в нем около 8 тысяч тонн, это нам хватит на то, чтобы продавать месяц. Некоторые продукты еще имеют запас проще больше, потому что сырье лежит на 3 месяца и больше, но месяца 2-3, я думаю, не больше. Я смотрю, здесь не так много ручного труда, да, но вот, например, пшикалки сами это вручную ставится. Да, вот здесь единственное, что набросить их, сделать один виток, дальше триггер будет, распылитель будет закручен, но вот новые линии, которые приехали, там будет автоматически такой аппарат, который все это ориентирует на огромной скорости, опускает и закручивает. Ты не переживаешь из-за того, что сокращение рабочих мест, вот это вот, все такое? Нет, сокращение не будет, потому что мы растем по 40-50% в год и мы просто не будем столько людей нанимать, потому что людей нанять сложно, во-первых, и во-вторых, когда сезон резко вырастает, например, весна, лето, нам нужно на 30% больше людей, где-то еще взять человек 200-300, а потом зимой нужно чуть меньше, и это сложно. Оборудование включил, выключил. Так как крупные компании уходят с рынка, мы срочно запускаем продукты, которые мы считаем, что будут востребованы на рынке. То есть этого еще нет в магазинах на момент съемки? Этого, скорее всего, да, нет. Это или первая, или вторая партия. Очередное кондиционер для белья с супер-мега-запахом, также есть стирка. Лаванда это, да? Почему 1,8 литра? Потому что самая популярная тара. 1,8-2 литра. В магазинах не так много таких больших тар, мне кажется, вообще в сетях. Почему так? Мы делаем аналитику, покупаем отчеты по продажам, Ашан, Магнит, Магнит-косметик. 1,8-2 самая популярная. А какая у вас вот такая самая ваша торговая сеть? Это Магнит или что это? Больше всего мы продаем Магнит-косметик, да, больше всего. И вот недавно у нас была встреча с закупчиками Магнит-косметик. Они предполагают, что некоторые бренды могут уйти в том числе косметика, шампуни, гели для душа, скрабы, средства для волос, для тела. И дают нам сразу понять, что туда надо двигаться. Здесь у вас целый стеллаж с конкурентами. Это для чего? Мы изучаем составы, запахи, внешний вид, цены. И все должно быть перед глазами, чтобы мы ориентировались на лучших. И вот буквально недавно мы уже получили в том числе принты. Вот здесь нет этикетки, здесь только печать. Кондиционеры, шампунь, гель для душа, шелкография, шелкография, да. Будут бальзамы. Мы сделали такой упор на яркость, на вот эти продукты. Скоро появятся в Магнит-косметик, потому что у нас прошли переговоры с закупочками. Буквально сегодня много разной тары мы понесли прямо в магазин, в реальный магазин Магнит-косметик, поставить на полку и посмотреть, насколько мы выделяемся. Почему все на английском? Почему все такое прозападное? Почему нету бабушки Агафьи? Ты же и так любишь Россию. Это называется псевдоимпорт. Прям официальный термин байера. То есть как Борг, как Калла Пазолини. Да, как какой-нибудь чай у нас есть. Не важно, не будем делать рекламу. Да, Гринфилд. Чай Гринфилд, российский чай. Хотя выглядит просто... Наши потребители хотят иностранного товара. Вот как бы мы там не старались, они хотят иностранного товара. Если он будет по доступным ценам, выглядеть как иностранный, пахнуть и выглядеть, тогда они будут его брать по доступным ценам. Ты понял, какая форма привлекает мужчин, женщин, какой цвет, какой запах? Есть ли какой-то секрет? Или это НДА? Вы знаете, сейчас есть популярные бренды, как какие-нибудь там израильские бренды. Зелинский розы. Зелинский розы. И там они затронули такие нотки древесные, всякие сандалы, глубокие. Мы нашли похожие ароматы у Иберкема, испанской компании и начали добывать их свои продукты и всем просто залетает. Причем стоим, мы там в 10 раз дешевле, потому что это столько не должно стоить. То есть сейчас вот сладкие запахи, такие очевидные, фруктовые, не в тренде. В тренде вот что-то такое. По-разному. Тот же самый пресловутый кокос, вот у нас есть гель для душа кокосовый, по-прежнему это топ-продаж. То есть мы отслеживаем продажи по запахам в том числе. Все экспериментируем, все показываем тем, кто это будет покупать, сотрудникам, будущим пользователям, закупщикам в сетях и все, что нравится, мы пробуем. Мы сразу делаем много запахов разу. Это соты из Японии, да? Made in Japan, да. Это, если мы говорим про автоматизацию, не только распылители будут сами закручиваться, но и флакончик уже наклеена, этикетка налитой, вот эта большая рука робот берет флакон и ставит все это в коробку. Распасовывает, то есть? Да, стоит в коробке и коробки потом сами ставятся на палет еще одним роботом. Вау! А куда это все поедет? Вот в каких странах вы представлены? У нас где-то 35 стран, это и Китай, это и Африка, это и Европа, у нас же филиал в Праге есть. Ну, то есть... А как, кстати, удалось сохранить филиал в Праге? Это же Евросоюз? Да, сейчас там хуже дела идут, потому что, опять же, логистика, и они могут, ну, сложно платить им, ну, в России. Поэтому мы хотим срочно сделать, возможно, в Турции производство и поставлять на Европу. То есть вы будете делать двойное производство, да? Ну, придется делать несколько производств в разных странах мира, в принципе, это наша цель. Мы хотим и в России несколько производств сделать и в Китае сделать производство, в Турции и где-то еще. А в Украине вы продавались? У нас был прям филиал в Украине. Нас закрыли, когда начались в 2014 году, вызывали меня, ну, я не смог приехать, слава богу, в СБУ. СБУ в Киев вызывало нашего директора и предъявили нам ультиматум. Они сказали, мы знаем, что вы представляете ЛНР, ДНР, мы знаем, что ваш директор был в Крыму, на YouTube-канале выпуск был. Типа, и мы закрыли филиал. Потом работали через дилера. Вы вывезли оборудование оттуда или все отжали? Мы закрыли, мы хорошо, мы продукцию отдали нашему дистрибьютору, одному из дилеров, и он еще пару лет продавал. Потом вообще полный запрет. Полный запрет именно кода, кода моющей средства из России. Все, конец. Это как код для сайта, самое основное. Код ТНВЭТ. Товары, определенные товары попали под санкции. Ты бы хотел быть монополистом в своей нише, чтобы ты был один, вот знаешь как? Это расслабон. Это то, что произошло со страной, когда мы покупали всегда где-то и сами ничего не производили. Расслабон. Потому что у нас есть нефть и доллары. У вас есть сейчас российские конкуренты вашего масштаба? Крупнее нас нет, потому что у нас кроме бытовой химии есть автокимия и наоборот. Есть конкуренты в автокимии, есть в клининге, есть в бытовой химии конкуренты, но такого глобального ассортимента и обороты я думаю мы сам большиняем. Ты сейчас стал такой витриной успешного предпринимателя на телеканалах местных. Твои интервью уже там несколько по-моему даже вышло. Тебе нравится этот статус вообще? То, что ты вот со многим, я вижу, не согласен, а показывают, что вот есть Грачев, он все смог. Ну, мне нравится. Используют ли тебя? Мне нравится, что, ну, я-то понимаю, что смотрят это обычные ребята, которые уже делают бизнес, но хотят круче сделать. Или кто... Но после этого идут новости, которые ты не смотришь. Которые я не смотрю. Ну, да. Это же хорошо, что есть примеры. Я вообще, вот, Максим Батарев выпустил книгу про известных российских предпринимателей. Ну, купцов фактически. Которые создали имидж России в том числе. Не только политики создавали, но и предприниматели наши, которые во всем мире были, которые в нашей России создали кучу горно-обогатительных комбинатов, фабрик, заводов. Мы много чего производили. И мне нравится пример этих людей. И я бы хотел, что такие люди, которые создали с нуля из ничего компании, были примером. И это было модно, знаешь, быть предпринимателем. Модно что-то создавать, печь классные булочки, делать классные торты, там, не знаю. Кто-то делает дизайн-терьеры крутые, кто-то софты сейчас будет пилить. И прям будет гордиться, что все, нам не нужны иностранные софты, мы сейчас сами запилим. Надо гордиться вот тем, что мы делаем крутым. и мы создаем компании, команды успешные, применяем иностранные инструменты и так успешно, что к нам тоже приезжали. Agile, да, казалось бы. Это для IT-компаний. Блин, мы доказали, что Agile может пользоваться производственная компания и бухгалтерия, и склады на Agile сидят, и, не знаю, финансы, и научная разработка, все что угодно. Может быть в IT. И мне кажется, в Америке таких примеров нет. Мы подковали это было. Ну, я не соглашусь с тобой, что таких примеров нет. в Америке, я вижу, что у нас, наоборот. Производственная компания Бавлайджайли. А, производственная компания. Я такой не встречал. Но я вижу, что, например, там происходит с Яндексом сейчас, и он не в очень хорошем положении, и со Сбером, который до этого хотел стать просто Сбер все, они закрыли сейчас свое игровое направление, и походу... Ну, как ты хотел? Это же антихрупкость. Книга антихрупкость. Да, Насим Талеб, я читал, да. Николас Насим Талеб. Чтобы человек стал сильнее, ему не надо лежать две недели на диване. Да? Он станет овощем. Вот когда человек постоянно испытывает внешнее, внутреннее воздействие, проблемы, он борется с ними, решает их, вот тогда он становится сильнее. Понимаешь? Сейчас мы увидели, кстати, и немножко злимся. Почему у нас, оказывается, там, самолеты стоят не из своих запчастей? А почему у нас нет автомобилестроения? А сырье? А пищу? А мы что, не делали в свое время это? Так вот мы только сейчас поняли, вот это мы вообще, мы просто кайфовали, мы просто в зоне комфорта были. Ну, покупаем у Китая, что-то у Германии, нормально же, да, живем? Нихрена, давайте, наверное, все-таки задумаемся и сделаем то, что раньше не делали. Поэтому это здоровая такая оплеуха всем. И Яндексу, и Сбербанку, и нам, и кому угодно. Мы срочно сейчас сырье будем производить тоже. Которое долго хотели запустить, не запустили. Комна нам очередная. С 2003 года компания существует? Все, срочно, вот буквально в этом году уже. Да, будем делать сырье. То есть у тебя есть план по полностью... По производству собственного сырья. Ну, нет, не все сырье мы сможем делать. Не все, да? Но самый важный там есть продукт, которым мы очень много используем. Один из них, который не делается в России, никогда не делался, ну, наконец-то его. Что намешало это 3-4 года назад? Ну, денег, наверное, не было столько. Или были? Все было? Денег еще больше было бы. Да нет, все же нормально же было. И так сойдет. И так сойдет! Мы и так покупаем же, в принципе, там, нормальные цены. Нашли несколько пастучков, и они между собой вроде как цены там борются. Это расслабон был, ты понимаешь? Да хорош расслабляться. Все, это здорово. Когда был и плафон, и горил? Расслабон был? Ну, до пандемии. Окей. Не парсы. Ты можешь просто так взять и позвонить вот губернатору города, сказать, у нас какие-то проблемы, нам не хватает того-то, того-то, помогите? Или у тебя стена даже там с местной властью? Нет, могу, но не прямо напрямую, у меня нет телефона его прямой, но есть заместитель губернаторов по промышленности, по промышленности торговли, и через них можно, да, прийти навстречу. То есть это не там большая проблема в городе? Губернатор, я считаю, у нас в целом очень такой, он близок, потому что он и к нам приезжал, и каждый раз спрашивал, чем помочь, развите, давайте, ребята, есть субсидии, почему не пользуетесь? Прямо вот срочно, тут же своим замом задание дает, почему у нас субсидии пошли? Так, ребят, почему им не пользуются? Ну-ка, давайте, сделайте встречу прям под мой контроль. Их были с нас. Я просто помню, когда было очень негативное отношение у всех к городу к губернатору Баженову, по-моему, когда его окрикивали на стадионе, я сидел на стадионе, на стадионе Ротор я сидел, и все там кричали нецензурные всякие вещи, и они тогда делали всякие туристические командировки в Италию на винограднике, и все такое. Сейчас это не так? Я не знаю, как в другие относятся, но Андрей Иванович в целом ну ничего плохого точно, а помощь прям очевидна. Окей. Многие удивляются, да, мэр города, мэр района, там, мэр Волограда, там, губернатор, там, есть зам у него. В принципе, все спрашивают, чем помочь. То есть нет такого притеснения бизнеса, как некоторые думают, прям к нам тут через день приезжают, ходят нас погубить. Все спрашивают, чем помочь. Мы здесь сидим практически у Волги, а когда-то здесь была очень дешевая черная икра. Коротко, можно сказать, почему она сейчас такая дорогая? Черная икра? Потому что... Это фикция? Нет, мы истребили, реально, мы истребили осетра, его практически не попадается больше в Волги. То есть настолько варварски все это вылавливается, до сих пор очень много браконьеров, до сих пор я же подводный охотник, и я ныряю прямо около центра, напротив центра Волграда. Волга, центр Волграда. И мы, подводные охотники, это все легально, задерживает дыхание, но мы встречаем здоровые крючки на осетра, напротив центра Волграда. Представляешь, уровень как бы халатности и там, видимо, коррупции, то есть всем пофигу. А что говорить дальше? Вот мы идем к Астрахани, а Сетр должен из Астрахани приплыть и отнереститься здесь. Да он в жизни не дает досуга. Там сетей, этих порядков, крючков этих, и с этим не борются. Не борются с этим? А рассказывают, что борются. Ну, если я в центре Волграда встречаю крючки, ну, это же, это не может быть незамеченным проскочить. Это же договорняк. Если с этим ворот, то есть здесь какая-то присутствует коррупция серьезная. Да, все всех знают. Если это убрать эти крючки, она может там стать таким народным товаром, потому что мой дед, волжский рыбак, он говорил, что вот, я все детство ел черную икру ложками. Не было мяса, не было курицы, но была черная икра ложка. Но тут нужно дальше, нужны рыбразводы, нужно поддержать отрасль, сделать кучу рыбразводов. В принципе, Астер разводится, и я это видел, и в ютубе можно у меня посмотреть. Он разводится вполне великолепно. Ведь тот же лосось норвежский, да? Вы думаете, в Норвегии есть лосось, что ли? Там, в океане, в море уже нет. Лосось мы покупаем из больших садков, я их много наблюдал. То есть мы ныряли под воду, там есть палтус, там есть люр, треска здоровая, можно собрать гребешков, очень много, но лосося нет. Он не плавает там, его практически, его выращивают. Огромные садки, где кормят рыбу, также там висит лампа, прилетают насекомые, лосось подпрыгивает, съедает насекомых, доп. питание. Пожалуйста. Чтобы восстановить истра, просто запретить невозможно. Нужно создать кучу ферм, инвестировать в эту отрасль и дать работу тем людям, которые сейчас живут на этой рыбе. А чем тогда они будут заниматься? Все можно сделать. Не фарсы. Ты основной владелец компании? Или вот у вас как-то распределены? Нет, у нас остальные доли. Я, получается, управляющий партнер. А какая у тебя доля? У меня доля 20%. 20%. А вот у Кости, у Константина? У Кости тоже. Ага, то есть вы с ним равные партнеры? Да. То есть с кем вы начинали, вы равные партнеры. А остальное все это чье? Осталось вот у инвесторов, которые инвестировали в нас. А кто это? Это его отец и его друг, компания, которая у нас инвестировала. Они занимаются операционным управлением как-то вот его отец, или это просто дань уважения от того, что он вам там дал денег? Нет, они не занимаются операционным управлением. Мы иногда встречаемся на совете директоров. Но у нас же много компаний, кроме Грасса. И в новых других стартапах у нас доли могут быть переспределены. Наоборот, у нас будет с Костей по 30%, а у них будет меньше. Ты, получается, выступаешь таким лицом компаний, да, во многом? А чем занимается Константин? Вот как вы распределяете задачи? Потому что во многих компаниях, вот Технониколь, например, я знаю, что ты знаком с Рыбаковым, вот у них с Колесниковым прям, по-моему, четко делятся направления. Там Колесников полностью в операционке, в Джиаре, в Красном Галстуке, на всех форумах. Рыбаков — это тот человек, который приходит на завод, орет на всех, там, дарит энергию, как он говорит. Ну и пиар. И пиар, да. И пиар, да, его видно. Он там поет песни тоже, клипы снимает. Вот у вас как? Костя, ну, Костя меньше сейчас в операционке, и мы разделили на любимые отделы. То есть есть любимые его отделы, которые он курирует и которые, собственно, и развились, потому что у него был фокус. Это тот же детейлинг, который так особо никто не понял, кроме него. Он не уверил. В итоге детейлинг в этом году там больше 600 миллионов, в следующем году больше миллиарда уже продадут. Молодое, новое направление, перспективное, маржинальное. И дьюти-бокс, то есть уникальная тема, вот эти капсулы наши, которые разбавляются водой, просто добавь воды, и у тебя снова средства для посуды, универсальный очиститель, ароматизатор, кондиционер и так далее. Дьюти-бокс – это такая прогрессивная вещь, как я понимаю, когда ты покупаешь одну хорошую тару, пластиковую, такую приятную, и потом каждый месяц просто наполняешь ее и потребляешь меньше пластика. Наполняешь, причем разболея водой. То есть 50 миллилитров капсула, в основном у всех продуктов, хватает на пол-литра продукта. У некоторых две капсулы нужно положить, чтобы у тебя было пол-литра продукта. То есть фактически мы предлагаем не выкидывать пластик, пластик может служить долго, потому что этой бутылке миллион лет она проживет. И дозаторы там хорошие, они тоже могут служить долго. Зачем выбрасывать? И учитывая, что сейчас очень популярна e-commerce, то есть marketplace, интернет-магазины, доставлять 50 миллилитров или 500 – большая разница. Это же уже и про экологию, это же углеродный след. Мы меньше везем, меньше выхлопа. Экологией вы активно занимаетесь. Это тебя лично заботит или это такой пиар, посмотрите, какой я хороший. Меня лично заботит и наконец-то появились деньги на нее. Потому что я всегда думал, знал, что я хочу делать что-то полезное и хорошее, и вдруг появляется достаточный денег, чтобы поддержать уже наконец-то там животных, детские сады, какие-то непополучные семьи, сажать деревья, выпускать рыбу, восстанавливать биопопуляцию. Вот редкие виды животных, которые мы поддерживаем. Тигров, да, я знаю? Не только. Мы взяли под защиту шесть видов животных, пять из них редкие, одни просто. Что за животные, расскажите? То есть у нас сайгак, они прямо исчезающие, сайгак, амурский тигр. Там есть зубр, которых было очень много. Я ездил в Подмосковье, это приокско-террасный заповедник, который восстанавливает популяцию и потом выпускает их в разных регионах страны. И в принципе сейчас такая ситуация, что зубр восстановится. То есть ему больше ничего не угрожает. В ноль он не уйдет. И скоро мы сможем встречать случайно зубров в наших лесах. А раньше их было много. Ты не подменяешь там роль государства, например? Это же государство должно все делать, по сути. Да, и если мы же обзваниваем, я же лично посещаю, почему питомники, чтобы понять, что по-настоящему нужно. Всем не хватает денег. На культуру, на экологию, на такие вещи не хватает денег. Даже, казалось бы, амурский тигр. То есть... Бренд российский, да? Президент, вообще-то Владимир Владимирович, он как-то председатель этого фонда, президент фонда, да, амурский тигр. Но при этом мы оплачиваем лечение амурского тигра 950 тысяч это стоило. У них действительно много техники. У них хорошая одежда, у них современная техника. Но никогда не бывает такого, что достаточно денег. Также мы поддерживаем еще снежного барца. У нас там северная олень есть и медвежата, которые остались без матери. Мы обратились просто в питомник. О, как мило. Медвежата-сироты. Вот они не исчезающие, да, но медвежата-сироты. Представляешь себе? То есть нам сообщили регулярно, каждый год, 2-4 медвежонка и не хватает вольеров, не хватает корма. Потому что браконьеры убивают медведей? Браконьеры убивают маму, да. Это какие-то специальные продукты ваши? Вообще, это новая эколинейка, которая постепенно производится. Некоторые продукты уже есть, некоторых нет. И мы решили быть до конца экологичными. Кроме того, что бутылка из поработанного пластика со вторички, все составы имеют листок жизни и биоразлагаемый вред ни человеку, ни природе. Плюс с продажи каждого флакона мы будем отчислять фонд внутренний свой и поддерживать различные питомники и парки, где содержится или рядом находится редкий вид животных. Например, снежный барс, вот наши медвежатки, как раз, которые остались от мамы. Вот здесь Зубар. То есть мы подумали... Сколько вот с одной баночки процентов стоимости уходит на благотворительность? Эта продукция еще не выпущена. Мы уже, более того, мы уже инвестировали пять миллионов рублей на разные питомники, даже не начав продавать продукцию. В будущем я буду, думаю, десятки миллионов могут уходить в год на поддержку разных парков. Вообще бытовая химия это высокомаржинальный бизнес, да? У вас, наверное, маржа процентов 30? Нет, нет, нет. Валовая маржа, с теми, что ли? У нас маржиналисты компании в целом в районе 15% чистой прибыли. То есть в Европе считается 10% это уже хорошо, но у нас там от 10% до 15%. Круто. Чистая-чистая прибыль. Раздельный сбор мусора, вот эта вся экология, да? Это не фикция у нас в стране, потому что есть мнение, что все потом в итоге на одну свалку свозится. Ну, во-первых, отходы, потому что... Да, отходы. Они еще не мусор, когда их раздель... Да. Нет. Очень много, очень много организаций в России, которые принимают раздельные отходы и это все перерабатывают. Когда это случилось? Когда был случай с Волоколамском? Да, ничто. С этими мусорками? Никто не задумывался, но это очень хороший бизнес, старичка, вообще-то. Это кроме... Туда не войти, я знаю. Нам это нужно, Рай, потому что нам это, ну, хочется быть экологичными. А потом еще выяснилось, что если мы сдаем отходы все вместе, то мы платим за вывоз. Если мы разделяем, прессуем и сдаем картон, полиэтилен, алюминий, стекло и так далее отдельно, то нам платят за него. Кайф? Нравится тебе такое? Хочешь платить за вывоз или хочешь получать денег за то, что разлил? Это же несложно. А по итогу это все не сваливается в одну кучу, как многие говорят? Те, кто платят нам деньги за картон, конечно, это все. Его не хватает. Перерабатывается это все. А мусор? Полиэтилен, полипропилен, все. Но это не называется мусор, это называется отход. А есть именно мусор, с которым потом ничего не делаем. Есть части, которые мы, да, общие там с борта, ничего не сделаешь, это на полигон уже уходит. Это уходит на полигон и там просто сжигается в общей массе. Почему это, ну, ничего не сжигается там, в основном это все там лежит. Тухнет. Почему? Некоторые говорят, ну, они же потом разделят, типа, нет. Никто потом не разделит. Никто не разделит, конечно. И это сложно становится, очень. Если органические отходы перемешаны с пластиком, все, это дорого, сложно, короче, забей, все ничего не получится. А вот к электродвигателям как ты относишься? Сейчас вот так это все продвигается в мире и во Франции, там вообще запретят, по-моему, въезд в центр Парижа, но многие мне говорят, автоэксперты, что, мол, эти батареи, их негде перерабатывать, и это вообще вред экологии, и все это фикция, понты и деньги огромных корпораций. Да, электричество с ГЭС, это значит нарушенные пути миграции рыб, естественно, да. Если это угольная мазутная станция, да, это отброс. Конечно, сомнительная тема. А вообще у европейцев, у американцев очень много сомнительных экопроектов, очень много пиара и бла-бла-бла, понимаешь? И на самом деле я до сих пор не понимаю, почему мы на воде не ездим? Вода H2O, два водорода, один кислород. Все, блин, горит, это же гремучая смесь, вода, это же топливо. А что зарабатывать тогда будут деньги, если ты просто будешь на воде ездить? Может, поэтому и не ездим, но ездить надо на воде, ребят. У тебя электрокара нету? Я думал, думаю купить электрокар, но они все маленькие, меня это напрягает. У меня их 6-й все время, меня напрягает, но маленькие все время. Понимаю. Я купил себе Хаммер, ездил на него какое-то время, но... Не патриотичный Хаммер, че не УАЗик? Поэтому купил сейчас Lexus, 570-й большой такой. Это было до еще спецоперации, когда следующий виток патриотизма нужно было врубить, понимаешь? Я неосознанно еще был тогда. Ты был в Америке? В прошлом году купил. Я в Америке, да, был три раза, по-моему, я был, да. В Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Чикаго. В чем сила Америки? Там, потому что бизнесмен, ну, для многих правда ролевая модель. Мы к этому идем, чтобы это стало таковым, но там бизнесменов очень уважают. Да, бизнесмен... Американцы, знаешь, вообще некоторые их боготворят. Я когда первый раз приехал в Америку, я сказал, блин, почему нас все это время обманывали? Это вообще ни хрена не крутая страна. Это страна с колоссальным количеством проблем, экономических и социальных. Если кто был в Лос-Анджелесе, это же город не ангелов, это город бомжей, извините. Ну, это центр Лос-Анджелеса, да, я был там. Даунтаун не только, а Санта-Моника пляж. Ну, Санта-Моника шикарное место. Типа, ага, то, что в палатке стоят бомжей, там стоят палатки, это все босса на запах Лос-Анджелесе, запах мочи, вспомни просто. И каннабиса. Очень, да. Ну, естественно, там разрешена еще марихуана, и мы утром на пробежке, а там какие-то торчки обкуренные, их мотыляет, идут по Санта-Монике на пляж, который, я думал, там будет космос. В советское время рассказывали, да, ну, и вообще на многих таких старого формата заводах, те, кто работают с химией, им там полагалось молоко, что-то еще кисломолочное, потому что очень токсичное, опасное производство. Это вот на нашем каустике, по-моему, такое было, может, и есть сейчас. Насколько у вас производство вообще опасно для людей? У нас не такое опасное производство, хотя у нас есть класс опасности из-за сырья, который мы используем. Например, мы используем щелочи для средств против жира, а также кислоты для средств для унитаза. У нас нет брака, который мы выкидываем на землю или выливаем в канализацию. В целом наши сточные воды похожи на сточные воды обычного девятиэтажного дома, потому что там тоже бытовая химия. И идут они через зачистные сооружения, и дальше в пруды испарители, и чистая вода испаряется обратно. Круг замкнулся. Расскажи вот там, по-простому, что это за очистные сооружения? Очистные сооружения в нашей химии. То есть нельзя отфильтровать паф. Паф, он растворен в воде. Нельзя его фильтрануть. Паф это что? Это грязь? Поверхностно-активные вещества. Это фактически все, что пенится, все, что мы видим. Но их могут съесть бактерии, активный ил. Разные бактерии едят разные пафы, и некоторые бактерии могут и кислоты есть. Главное, это достаточно разбавить водой, чтобы паш упал, и тогда бактерии могут все это съедать. Дальше идет осаждение, может быть, флокуляция, если необходимо. Что такое это? Флокуляция, когда мы растворяем флокулянт-коагулянт, все мелкие частицы, остатки чего-то образуют, аморфный осадок, он падает вниз, воду можно пить. Я в институте, кстати, одна из курсовых, и диплом после четвертого курса бакалавровский, я писал по коагулянту. Гидроуксихлорид алюминия. И как раз у нас там военную кафедру я заканчивал, и мы ездили на сборы, учебные сборы в армию. Там была очень плохая вода, отвратительно, у всех была дизентерия. У моего взвода не было, потому что я взял с собой коагулянт, он обеззараживает. Просто берешь из озера прям воду, разбавляешь, образуется муть такая, все осаждается, убиваются бактерии, все мелкие взвешенные примеси остаются вниз, и можно пить. Тебя, в общем, можно в лес отправить, а ты там проживешь, да, какое-то время вообще с комфортом? Если я буду подготовлен, с коагулянтом в кармане. Да. И с огнивым. Ну, в общем, вот имейте в виду, что нужен как коагулянт? Коагулянт, коагулянт. Понятно. Это самый дорогой пентхаус Автубе? Я думаю, да, потому что мы находимся на третьем этаже, здесь полторы тысячи метров будет офис, и еще на четвертом этаже столовая, конференц-зал, барбекю-зона, терраса, еще полторы тысячи. Сколько у вас будет людей? Две тысячи? На этом этаже месяца где-то 200 человек, на одном этаже только. Итого в офисе людей будет больше 500 человек. Но когда мы заедем в новый офис, мы снова поставим и барбекю, и теннис, там, возможно, билет, караоке. Здесь будет прям очень дизайнерское все. Вы тут строите барбершоп? Да, это место, где можно будет быстро постричься. Под нами есть массажный кабинет еще. И вот сейчас мы выйдем. А маникюр? А педикюр? Девочкам мы не стали делать сервисы, потому что они все очень долгие. Поэтому только для пацанов. Вот такой вот сексизм присутствует чуть-чуть. Немножечко, да. И дальше мы пройдем туда, и мы увидим конференц-зал. Он же превращается в караоке. Вот сюда мы ждем большой светодиодный экран. Вот здесь будет зона отделяться вот такими большими плотными шторами. Диванчики, билет, теннис. И тут же будет караоке. То есть мы сразу монтируем караоке. С выходом на террасу. Дальше большой ресторан. Прямо сделан как ресторан по дизайну. И тут прям место будет силой. Как раз из ресторана, из конференц-зала можем выйти на террасу. А живешь ты тоже где-то недалеко? Живу я вот недалеко, где Ахтуба. Спускаемся вниз, там лес, бывший немецкий лагерь. Пять друзей. У нас пространство без заборов. Газоны, свое футбольное поле, свой пруд. Курочки, белочки. Кайф. Где я могу еще такую жизнь себе устроить? Чтобы два гектара земли. Чтобы до работы 15 минут. Рыбалка, охота, купание. Здесь есть все, что ты хочешь. В город ты ездишь нечасто, как я понимаю. Очень редко я бываю в городе, да. Я приезжаю в свою киликовочку. Там у меня лес, пруд, бассейн. Все. Барбекю. У нас очень много локаций красивых. И в принципе, газоны и деревья, это так же, как у меня дома. Примерно. Мы делаем на работе так же, как мы сами живем для всех. Нифорцы. У вас недавно лицом компании стал Бурунов. Такой наш народный полицейский. И еще много у него известных ролей. Язык к языку, губа от губок, глаза на глаза, щека за щеку. Язык к языку, губа от губок, глаза на глаза, щека за щеку. Да, на рекламу мы на самом деле для им очень мало. Потому что мы как говорим, пока мы не проставились на полках, пока нас нельзя вот так легко найти, вот сейчас выйдя в любой магазин, чтобы Грасс был везде, как Ферри какой-нибудь, как Персил. Вот пока этого нет, нет смысла потратить там 500 миллионов, там миллиард на рекламу на ТВ. Потому что, о, точно, классный продукт, о, а где вы купите? Вот, например, с пылу жару чернильной резины на глицерине с картинкой, с фотографией Бурунова. Соня засрала, Маша, ой. Недавно мы с Сергеем здесь гуляли также. Он брал продукты со своим лицом и подписал несколько коробок, несколько продуктов, которые мы отправили в регионы. Слушай, а это вот твоя личная к нему симпатия? Или вы какой-то срез рынка провели? Я думаю, сделали, да, срез рынка. Человек, которого все знают, человек, который близок к авто. Он сам любит автомобили. Он об этом рассказывал нам. И так все совпало. И человек импонирует, конечно. Дорого стоило его привлечь? Не так дорого, как... Да, не так дорого. Он человек классный, на самом деле. Очень осознанный человек. Он сейчас занимается много благотворительностью вместе с фондом Хабенского. Он любит машины. Он скромный, на самом деле. Сколько это? 10 миллионов рублей, наверное? Ну, в районе этого. Не форсы. Есть такая цель, вот выйти у вас в торговой сети? Есть. Насколько я понимаю, в пятерочке вы не представлены. Вот молодец. Вот везде мы есть практически. Ну, с разным количеством СКЮ. Конечно, нужно будет расширять матрицу ассортиментную. Кроме Х5. Я вообще не понимаю, что происходит с пятерочкой. У нас лучше... Вот где мы зашли по некоторым товарам, тот же наш Азалит, Антижир, жидкие мыла наши есть, очистители стекла, средства для унитазов. Мы продаем все больше, чем другие, с полки, там, в штуках измеряется, там, в день, в месяц. Больше всех. С этими данными идем в Х5. Они говорят, ну, отписываются, подождем еще. Я не понимаю, что там происходит. И вот когда мы там, может быть, появимся, тогда есть будет смысл. А что решает вот в основном все-таки низкая цена или упаковка, или вот, я не знаю, экологичность? Да, да, да. Вот что решает вот сейчас на рынке? Ну, все-таки цена, да, люди смотрят на цену обязательно, на красные ценники, которых сейчас будет меньше. И люди все-таки знают свои бренды. Люди приходят, зачастую знают, чего ты хочешь купить. И в какой-то момент наши некоторые продукты, тот же Азелит, антижир, он как-то через ТикТок, через другие каналы, стал мега популярным в ТикТоке. Купила я знаменитый Азелит в Магнит Косметик. Будем отмывать нагар от плиты, который ничем не отмывался. Люди отмывают все просто Азелитом. Я видел, что ты даже какой-то пародийный клип на Моргенштерна трек вы записали. Тебе нравится Моргенштерн? Моргенштерн, он мне нравится, как и все другие смелые, экспериментирующие люди. Ведь бизнесы тоже творчество. Но ему концерты не дают делать? Тебе как это? Лучше же было, если бы он выступал. Не дают делать? Но он, конечно, тоже перегибает. Но столько мата, столько песен, сомнительных и клипов с сомнительным удержанием. То, что ты даже пародии снимаешь. Да, но у нас Джесси не было такой, как в некоторых его клипах. То есть ему тоже надо, ну нельзя быть прям беспредельщиком таким, я не знаю, ну нельзя... С Чичваркиным у тебя тоже есть. Совсем много свободы давать. Тоже беспредельщик. Чичваркин, Моргенштерн, они там рушат стереотипы. А если все будут аккуратные, выглаженные и скучные, это будет называться СССР? Нет. И должны оставаться принципы какие-то, понимаешь? Какие-то ценности должны оставаться. Семейные, возможно, там, человеческие. Совсем рушат не надо. Потому что это нам пока что мы видим... Не хочешь, не слушай. Ну, так и не получится. Дети наши слушают, понимаешь, это все. А что, главное не то, как ты их вот воспитал, а их что, Моргенштерн, что ли, воспитывает? Там, ты веришь в воспитание детей, что ли? Они вот какое-то время с нами, потом они станут другими людьми. Вот меня по одному воспитывал отец. Он хотел, чтобы я на заводе работал. Звезда диктонга ваша? Больше 100 миллионов просмотров по хэштегу Аззэлит. На русском, на английском. Это супер антижир. Он самый популярный сейчас в России. Самый продаваемый антижир в сетях. А у вас есть такой товар, который вот основной и за ним все тянутся или нету? От бытовки Аззэлит самый продаваемый. Он продается в месяц на 200 миллионов. Вот этот один платон. А в разработке сколько у вас продукции вообще? В год мы выпускаем плюс 50, плюс 100 новых продуктов. Обалдеть. Ты помнишь все наизусть названия? Иногда я забываю даже сам. Потому что многие продукты уже изобретаются без меня. Команды сами запускают их. Как вы распространяете продукцию? Как я понимаю, сейчас очень серьезная доля маркетплейсов. Или это все-таки дилерские сети? Потому что вот таких фирменных магазинов я видел немного. Вот ваших именно, ГРАЗ. Основной канал продаж у нас разветвленная дилерская сеть. Это наше достижение за эти многие года. У нас где-то 300 постоянно работающих дилеров. А вообще контрагентов около тысячи. Кому когда-либо мы продаем. И эти дилеры находятся в каждом своем городе. В некотором городе может находиться несколько дилеров. Один просто занимается автохимией и клинингом. Другой дилер бытовой химии. Кто-то в детелинге начал развиваться. И в одном городе может быть несколько партнеров. То есть это самая большая доля продаж. Следующие, наверное, будут... Вот сейчас e-commerce обогнал сети. То есть маркетплейсы в Albrex Ozone основные. У нас еще есть там все инструменты. Алиэкспресс чуть-чуть. А вот по прибыли маркетплейсы обогнали сети. Хотя мы стоим в Ашане, в Магните, в Магнит Косметике, в Леруа Миллен, в Ленте и так далее. Представь себе. Расскажи лайфхак, как быть успешным на маркетплейсах. Потому что ты выступал даже на форуме об этом. И вот мои там знакомые, кто занимается продажами на Wildberries или еще где-то, они говорят, что вот известных брендов, которые мы привыкли видеть там в пятерочке, перекрестке, там они зачастую на каких-нибудь 20-30-х местах, вот в этом рейтинге, который там существует. И там все зависит от упаковочки или от еще чего-то. Поделись опытом. Ну, во-первых, маркетплейсы это круто. Это прям будущее. Мне, я всем рекомендую, кто так или иначе что-то производит, ну, может кто-то возит. Прям надо идти в маркетплейсы. Простой пример. В прошлом году у нас был план продать на маркетплейсах за год 300 миллионов. Я посмотрел, когда на это, о, 300, это неплохо, это уже заметно. Раньше я не замечал какие-то там продажи там. Интернеты эти ваши. До 100 миллионов там мы не должны заметить на продажи в год. 300 миллионов. Чуть-чуть начали заниматься, сделали 450, вот 500 миллионов. В этом году 2 миллиарда план. Ничего себе. 2 миллиарда мы продадим на маркетплейсе. Это Wildberries преимущественно? Wildberries преимущественно. Следующий Озон и дальше все. А вот сравни Озон и Wildberries. В чем вот секрет успеха Бакальчук, например? Я вот тоже не пойму, да, я думаю, это очень удобно, это еще как-то звучит классно, знаешь, как, помнишь фильм Рэй Крок, когда Макдональдс, они ему предложили, ну смени название, он говорит, нет, Макдональдс, это звучит как Америка. Wildberries круто звучит, очень современно, очень легко, легкий интерфейс. Я вот, например, на Wildberries заказываю сам, хотя знаю, что многие любят Озон, но мне очень-очень удобно. И мы, когда, у нас же свой сайт еще есть, grass.su, там можно тоже купить товары, они будут дешевле, чем на маркетплейсах. И я постоянно смотрю, заказываю сам, говорю, ребята, блин, это же неудобно. Они говорят, как ты понял, что неудобно? Блин, откройте Wildberries, просто они еще не выдумываете, вот как у них вот путь идет, давайте сделать так же. Многие говорят, что там как колхоз все навалено и некрасиво. Вообще, маркетплейсы это площадка для того, чтобы купить дешевые товары. Это как такой черкизовский рынок онлайн. Да, онлайн, действительно. Как мы преуспели там? Когда я понял, что план 300 уже неплохо, мы можем сделать больше, во-первых, мы заказали обучение. Мы заказали аудиторскую компанию, они проанализировали наши карточки товаров, как мы ее представили, и сделали нам трехдневную страцессию. Мы разбирали все наши ошибки, наши зоны роста, конкурентов. Потом было еще несколько... К вам приехали эксперты из Wildberries, да? Нет, в Wildberries ты не допросишься ничего. Понятно. Там менеджер, чтобы у тебя появился свой личный, это уже удача. В Азоне проще, в Азоне тебя прям поддерживают, есть поддержка. Да в Wildberries ты не досучишься никогда. То есть мы находили других экспертов, которые имеют компетенции, которые, ну, селлеры. Также я вступил в клуб селлеров. После того, как мы туда поездили, там же ты начинаешь знакомиться с другими селлерами, очень важно, которые продают, и они тебе подкидывают фишечки. Какие бы ни были обучения, только в личном контакте можно увидеть, услышать фишечки. То есть там важны обязательно ключевые слова, все оптимизации карточки, названия, отслеживать конкурентов, на какой они позиции по выдаче. Не парксы. Клуб 500 тебе, кстати, для чего? Я бывал на их мероприятиях у Димы Портнягиной, и мне показалось, что это такая точка сбора как раз многих региональных предпринимателей, которые очень выросли там из среднего уровня своих регионов, и там они встречаются, потому что там очень много ребят с юга, с севера. Там, мне кажется, малый процент вообще там москвичей, петербуржцев. Очень много, да, из регионов, причем многие после того, как в клуб пришли, через год-два переезжают в Москву навсегда. Почему-то странный эффект, они теряют свои бизнесы. Слишком много фокуса на общение, вот эта движуха московская. Гламур, да, такой гламур? Да, на самом деле они фокус теряют с работы, они все мечтают вдруг теперь о чем-то, о чем не понимают, и теряют самое дорогое, что у них было, их какой-то основной вид деятельности. Ты уделяешь времени семье вообще? Вот тебе хватает на такую личную жизнь, потому что создается впечатление, что ты весь в грасе, весь в работе, сажаешь деревья, спасаешь животных? Учитывая, что мы живем в маленьком прекрасном городе Волжском, мне ехать до работы 15 минут, то хватает времени какого-то на семью, но, естественно, так как я предприниматель, и очень много интересов, очень много бизнесов, то всегда недостаточно. Всегда всего недостаточно, если ты активен. Мне работы не хватает, я вот с удовольствием приезжаю с разных командировок, почему я еще не очень люблю отъезжать куда-нибудь далеко? Потому что тут интересно, тут так много проектов, на которые тебе не успеваешь времени тратить. И с семьей интересно, и какие-то хобби должны быть, тоже интересно. И бывает с друзьями, может быть, выехать куда-нибудь на Камчатку интересно. Но так как на все не хватит времени, то приходится много от чего отказываться. Это привычка, когда нормально отказываться, отказывать, я не поеду, эту цовку я пропущу, это дальнее странство я пропущу. Тут ты уже не паришься. Ты вот рассказываешь про путешествия по России, я тоже ездил очень много где, и в Имиконе был, и на Дальний Восток сейчас поеду. Но это же дико дорого. Вот, например, поездка на Курилы, я не знаю, ее может позволить себе только мультимиллионер. То есть это минимум миллион только на этот вертолет, потому что там нет дорог. И Мань Пукнер есть такое у нас место, может, знаешь, гораздо круче Стоунхенджа, огромное, через перевал Дятлова. Но это все могут позволить себе только очень богатые люди. Человек с небольшим достатком может позволить себе только Туапсе, Геленджик, где ты не ляжешь на пляже, и тебя еще нахамят, обматерят, и гораздо лучше уж в Турцию ездить за 30 тысяч. Я не прав? Может быть, да. Сейчас Турция, кстати, может быть, выгоднее даже, чем наши побережья. Но ведь не только морем заканчивается отдых. Вообще я не понимаю, зачем на море отдыхать. Особенно тогда, когда все там отдыхают. Что за прикол такой. Вон Астрахань, пожалуйста. Кто-то живет там на Урале, просто в тайгу выехать, какой-то сделать маршрут по каким-то местам казаков, которые завалюют себе. Но это дорого, согласись. Нет, нет, все можно дешево, конечно. Если сесть на машину, взять байдарки и проплыть по рекам, там, Урала, это почти ничего не стоит. Но опасно. Там тебя не найдут, не спасут. Вот недавно был случай. Нет, все же организовывалось. Очень много люди организовываются. Да, сейчас вот на той неделе был случай, когда там один из зампредов генерального директора ВКонтакте улетел на Шерпе в Белое море и что-то его не нашли. Но это экстремальное путешествие. Мы вот своей компанией, например, пойдем в августе в Адыгее. Мы пройдем через горы к морю. А если вы живете в этих местах, вы просто можете организованной группой какого-то гида взять, возможно, вы сами ходите, и пройтись где угодно. Просто походы. Вот эти советские старые походы. Это же как прекрасно. Я был на Алтае. Единственное, что мне до Алтая далеко лететь, но те, кто живут на Алтае, вряд ли они ходят по этим маршрутам. Просто забытая тема. Нет, всем нужно выехать в дорогой отель, чтобы тебе приносили на блюдечки. Зачем? Я вообще терпеть не могу. Я вообще обожаю что-то самому приготовить, нежели сидеть и ждать, когда официант тебе принесет красивые блюда. И вот в последний раз, когда в Турции были в дорогущем отеле Райл Резорт, я вообще поругался с женой, говорю, блин, вот чему мы детей учим? То есть там обслуживание такое, что рестораны обслуживают. То есть ты приходишь в руль ресторан, морская кухня, турецкая кухня, европейская кухня, и тебе все приносят изысканно. И я сижу и думаю, что я здесь делаю? Я типа не так устал, чтобы вообще ничего не делать. Там за тобой два консьержа ходят, чтобы любой твой чих, все принесли, поменяли, все вот так вот на блюдечке. Это отвратительно. Мне интереснее, реально интереснее, пойти в горы или пройти через тайгу и немножечко претерпеть какие-то сложности. Хоть как-то твой мозг будет работать. А сейчас у тебя дети, и я видел, что у тебя дочка занимается тоже бизнесом, она делает слаймы, да, насколько я знаю. То есть ты поддерживаешь в детях эту инициативу. Да, вообще я человек отдающий, и я когда вижу кому-то человеку, какому-то человеку нужно дать сначала, помощь, совет, и я обязательно туда иду. И тем более, когда дочка, я с ней прям проводил разговоры. Кем хочешь быть? Она, я не знаю, что бывает. Мы с ней расписывали разные профессии, должности, зарплаты предполагаемые, какие могут быть. И в итоге я всегда... Так подробно, с ветками даже, да? Да, и я писал всегда в конце, предпринимайте, как думаешь, какая зарплата? Какая ты хочешь? Ну, нет пределов вообще. Можешь получать миллион, десять миллионов в месяц. Сколько угодно, сто миллионов. Ты можешь быть кем ты хочешь. И я ее подводил туда. И как только у нее какие-то зачатки были, я там на маркетах, я хочу делать, у нее были улучения, она сама делала эти слаймы, но ни с чего-то, ни с чего. Я ей в лаборатории сделал правильную рецептуру, посмотрел в патентах, и она начала продавать. Скопила полмиллиона рублей, у нее до сих пор есть. А потом я спросил, давай, цикл продукты падающий, значит, слаймы уже не так продаются. Помнишь, когда еще были такие вертящиеся штучки? Как это называется? Спиннеры. Спиннеры. То есть есть цикл продукта. Взлетает и падает. Он становится быть неинтересен, или все наигрались. Я говорю, ищи еще темы. Она нашла глиттеры, потом начали продавать не только на маркетплейсах, потому что пандемия. А, то есть не только на рынке начали продавать на маркетплейсах. Я тоже предложил. И сейчас выручка, ну, уже сейчас жена подхватила, потому что дочка учится активно, чтобы уехать, скорее всего, в Дубай, в школу учиться, 10-11 класс. Ну, вот уже несколько миллионов выручка есть. Причем начала дочка, ей было там 14-15 лет. И продолжает жена эту тему. Уже несколько миллионов выручки, я думаю, доведем до 10. Ты занимаешь их максимально? От 10 миллионов в месяц они начнут выручку делать. Круто. А это 2-3 миллиона в месяц чистой прибыли можно зарабатывать. Ну, это вообще можно в Дубае сикарно жить. А до этого жена работала с тещей, они жалюзи производили. Много-много лет их бизнес падал, падал, падал. Я говорю, прекращай. Ты 50 тысяч рублей зарабатываешь, ездишь на новеньком Porsche Cayenne Coupe, возишь жалюзи, ну, что-то надо менять. Ну, непросто бывает вытаскивать людей. У вас возможен карьерный рост в компании? Вот можешь какой-нибудь пример привести, что к вам пришел там простой, там, я не знаю, рядовой продавец? Ну, вот, хороший пример. Я сейчас вот до нашей встречи мы были на собеседовании на кандидата на руководителя отдела продаж автохимии. Руководитель отдела продаж автохимии сейчас уехал в Москву, возглавил наш филиал московский. А до этого, много-много лет назад, где-то там в 2004 году, он пришел курьером. Он был друг вот моего партнера Кости, они вместе учились, но он младше был там в школе на несколько лет. Он пришел курьером, возил бухгалтеров и какие-то документы в налогу, куда-то еще. Через много, через какое-то количество лет он стал руководителем отдела, то есть зарплата сотнями тысяч измеряется, количество сотрудников в десятке, покрытие на всю страну, и он долгие годы был самым большим отделом, то есть миллиарды-миллиарды продаж, самый большой отдел в компании. Пришел курьером. Женщин проще найти на зарплату в районе 40 тысяч. 40 тысяч для женщин в Орбском хорошо, 40 тысяч для мужчин в Орбском, так себе, да? Поэтому женщин очень много, они трудолюбивые, они усидчивые, они могут долго делать какую-то монотонную работу. Короче, очень много плюсов. Не пьют, я думаю, в основном. Да, да, меньше проблем. Есть ли у вас эта проблема вот такая? Я знаю, что на многих заводах это прям проблема. Мы были на Северстале, там прям, когда захочешь на производство, надо каждый день дудеть в эту трубочку. Ну, у нас такая проблема остра не стоит, все-таки Волжский, Булград, это не самый утопический регион, и здесь нет, нет, есть чем заняться, кроме алкоголя. Угу. Но это не точно. Ты легко увольняешь людей? Или сам ты такие решения не принимаешь? Я много людей в своей жизни уволил. Обычно сам лично, я не люблю разговаривать. Если человеку пришло время увольнять человека, значит, говорить уже не о чем. Правило такое. HR заходит в комнату и договариваются об условиях расторжения контракта. Мы не обсуждаем, почему. Чтобы не было вот этих качель, знаешь, неправильно, поняли вы меня. Нет, все. Мы не обсуждаем, почему. Если время пришло, значит, у тебя было много маячков. Ну и как, ты просишь написать по собственному? Или вы там пять окладов выплачиваете? Мы выплачиваем несколько окладов, да, всегда. По собственному, я думаю, не серьезно. Это если человек прям сильно накосячил, сам это знает. Я еще нашел видеоинтервью, где там разные вопросы сотрудников компании друг другу. Там был такой момент, кто в компании самый сексуальный? Это почему? У вас приветствуются служебные романы или как-то секс между сотрудниками? Зачем это вообще? Мы вообще очень открыты, веселые. У нас тут вообще-то не только приветствуются, у нас здесь семьи образуются. А, интересно. Дети рождаются, понимаешь? Тут очень много, что появилось семей в компании Грасс. И, в принципе, у нас такая атмосфера, можно сравнить нас с гуглом где-нибудь. Где американцы, то есть мы ходим в футболках, кедах, можно курить кальян, не знаю, пить на работе. Я вот вижу, на ногах офвайты, а вот футболочка уже им прозамещенная. Футболочка, да, химичу уже. Курить можно у вас здесь, значит, на работе? Можно все, что угодно. Вы можете остаться после работы, отпраздновать свой день рождения, включить караоке. Более того, в новом офисе, который строится, мы прям сделаем комнату караоке, кальянную, террасу, у нас там будут места, душ, можно поспать, остаться. Барбер-шоп. Я думаю, в Волгограде такого, наверное, у вас нет конкурентов. Я хочу, чтобы люди... Люди же много времени проводят на работе. Ну да. Я хочу, чтобы они оставались как можно дольше, чтобы им нравилось сюда возвращаться. Я вижу в офисе очень много людей, хотя многие еще там компании на удаленке, на полуудаленке. Ты вот в это веришь, в такую организацию работы? Потому что недавно Илон Маск сказал, что возвращайтесь в офис, или я вас всех уволю. В удаленку я не верю. Это полная лажа. Мы были на удаленке недолго и очень быстро вернулись. Да, я знаю, что некоторые компании еще не вернулись. Ребята, это фигня. Не получится развиваться. То есть можно поддерживать рост компании 5-10%, наверное, вот таким тихим сапом на удаленке, но я не верю, что можно сделать революции, запускать новые проекты, находясь на удаленке. Мне очень нравится коллективный разум. У нас очень много в agile личных встреч, где и стендапы, и ревью, и ретроспективы, где мы обсуждаем, что мы делаем не так, что так. Как это сделать? А это добровольно принудительно у вас, вот эти творчества? Потому что я знаю разных представителей компании, у которых тоже такие творческие фаундеры, и многие такие, ну вот, опять на бал одеваться в пуговку. Сначала это было принудительно, то есть agile был, внедрялся. Но потом я спросил, ребята, в принципе, вот сейчас уже можете не работать. Хотите без agile? Все говорят, нет. Людям нравится собираться, нравится видеть перед глазами, визуализировать и продукты, и проекты, и цели, и цифры. Это очень-очень удобно. Можно делать в онлайне это, есть электронные таблицы, потому что очень много удаленных. У нас около 200 человек в продажах, и большая часть из них удаленные, в разных регионах живет. И у них электронные доски. Что здесь у вас за доска? Очень много стикеров. Не бережете лес? Да, есть такая проблема, что стикеры бумажные, но это лучшая доска, вот пример лучшей доски, которая мне больше всего нравится. Понятно, что есть онлайн доски, это удобно для удаленщиков, но мы стараемся собирать гроус-команду, команду роста, здесь, в одном кабинете, в офисе. Это значит, в гроус-команде могут быть снабженцы, дизайнеры, научные работники, какие-то аналитики, продуктованеры, руководители отделов продаж, я как генеральный директор заказчик. Мы все вместе собираемся, пилим-пилим новые проекты по agile. Здесь какие встречи? Это регулярные стендапы, 15 минут, команда быстро собирается, что делаем сегодня, что будем делать завтра. В конце недели ревью. Ревью – это демонстрация, что на этот момент у нас выпущена новая продукция, новая рецептура, можно понюхать новые одуши. Неделя – небольшой такой, небольшой такой отрезок времени. Да, можно делать двухнедельные спринты, вот эти короткие забеги, можно делать до месяца. Но когда в команде происходит много изменений, то мы делаем понедельные, потому что за две недели окопится уйма вопросов и результатов. Самое главное, на что мы смотрим при премии на работу – это горящие глаза. Мы не смотрим дипломы, кстати. Вот я в институте бывают выступаю, к нам студенты приезжают, они думают, что они диплом сейчас делают и нам покажут – нет, нам не важно, мы не смотрим диплом. Какой смысл? Мы спрашиваем, чем ты гордишься, мы спрашиваем, Баллы на ЕГЭ. Вообще не знаю, что это, кому это нужно. Мы спрашиваем, чем гордишься, что ты сделал до этого уже, что ты хочешь нам рассказать. Как ты усилишь нас? Сколько ты знаешь о нас? А ограничения у вас есть какие-то, что одни бизнесмены не берут на работу толстых людей, потому что если ты не смог собраться и не похудел, то ты, значит, безответственный и ленивый. Или там кто-то не берет на работу, ну, в банке часто не берут с татуировками, с пирсингами. У вас вот есть какие-то такие ограничения? У нас нет таких ограничений, единственное, что человек должен быть живой, бодрый и понравиться своему коллективу, потому что у нас отбор также ведет не только один руководитель, HR. То есть это стая принимает? Команда, которая будет с ним взаимодействовать. Вот они вместе принимают, они же вместе будут увольнять человека. Есть ли у вас там родственники, друзья работают в компании? Все разрешено, и родственники, друзья тоже. Умовства не возникает? Вообще ерунда полная. Когда человек берет своего друга на работу, он за него ответственен. И тем более нам нужны хорошие ребята, за которых рекомендуется. У нас даже есть премия, называется «Приведи друга». Особенно сложные специальности, какие-нибудь айтишники, может быть, операторы. Если ты приходишь, привозишь своего друга, он проходит испытательный срок, ты получаешь премию за этого человека. Спасибо нам, что привел своего друга. Все, у нас уже оператор уволился. Последняя съемка. Пока, Андрей. Не форцы. Склад ГП. Здесь около 8 тысяч палетомест, вот таких на поддонах метр двадцать на восемьдесят. И его уже не хватает. Когда строили, года три назад закончили и думали, что надолго хватит. Нифига, все. Нужно строить следующий склад, следующий склад. Производства хватит еще на два года, и нужно следующее стоить производство. И когда ты развиваешься так быстро, у тебя все время проблемы роста. Ты хочешь это здесь делать? В Ахтубе или в других каких-то местах? Нам тут полностью, нас все устраивает, поэтому мы хотим строить склад. Здесь рядом сорок тысяч метров квадратных, этот пятнадцать тысяч. Нам нужно строить сорок тысяч мест. Сорок тысяч метров, чтобы было где-то пятьдесят, сто тысяч палетных мест. А вот в других регионах, там, Дальний Восток, нерационально строить? У нас, говорят, проблема в стране, что когда они засыпают, другие просыпаются. Да-да-да. Мы планируем сделать небольшие производства где-нибудь в Новосибирске, может быть, в Хабаровске, может быть, в Нижнем, или в Питере. Будем производить какие-то товары. Но все товары, у нас больше тысячи видов продукции, локализовать невозможно где-то. И, в принципе, логистика не такая большая, учитывая стоимость килограмма. То есть у нас один грузовик в районе полтора-два миллиона рублей. И доставка, например, в Новосибирск 300 тысяч. То есть у тебя получается меньше десяти процентов. Что для тебя значит деньги? Деньги — это инструмент, это возможность всего лишь. Напрямую я никогда не хотел прямо вот заработать денег. Мне не встаяло это во главе угла. Мне всегда хотелось заниматься чем-то интересным, реализовать себя в чем-то. Вот когда ты смотришь, хочу вот так же круто делать или хочу лучше делать. А посмотрите, когда ты выпускаешь продукт, я часто говорю эту фразу, блин, как настоящий. Потому что до сих пор не могу поверить, что вот этот продукт с нашего конвейера, этикетка еще какая-то модная, рифленая, пахнет обалденно, бутылку мы сами дуем на итальянских станках, на итальянской пресс-формах. Это родилось все вот так вот так и собралось в продукт, который, блин, как это вообще возможно? Он настоящий. Вот сейчас шампуньки новые можете посмотреть там, шампуни, пенки для умывания, пенки для интимной гигиены, зубные пасты мы начинаем делать. Просто как оргазмируешь, когда ты говоришь. Это же классно. То есть я не думаю, блин, а сколько мы заработаем денег на шампуни? Я не так думаю. Я хочу, чтобы это встало на полке, чтобы люди начали пользоваться, чтобы потом мы это увидели у друзей у наших, у кого-то случайных людей, знаешь, куда-то бывает, уезжаешь и раз, бац, в ресторане, в кафе, о, стоит наш продукт, жидкое мыло в туалете, там крем в дорогом ресторане наш и жидкое мыло стоит. Блин, это прикольно. Вот ради этого мы живем. Посоветуй что-нибудь молодым ребятам, кто смотрит это видео, может быть думает о том, что нет никаких перспектив в России и в социальных сетях сейчас очень негативный фон и уж тем более ребятам из разных регионов, да, где зарплаты 15-20 тысяч, они это смотрят и думают, что надо обязательно валить в Москву или Питер или... За границу. Да, или за границу, что я вообще никак не осуждаю. Что делать, какие качества в себе развивать? Во-первых, в России очень много перспектив. И было, и сейчас тем более. Очень много. За границей реально нас никто не ждет. За границей мы люди второго и третьего сорта. Вы должны понимать, что в той же Америке мы как и мексиканцы, мексами называют, как и арабы, как и черные, мы там третьего сорта. Никто нас не ждет. Но при этом, если обязательно, нужно съездить, обязательно посмотреть, увидеть фишки, какие-то новые продукты и сервисы и приехать в нашу страну, где этого не хватает и создать свой успешный бизнес. Вот это крутая модель. А уехать куда-то и пытаться там пристроиться на кухню, работать в Макдональдсе или там, не знаю, спасателем на пляже, как многие туда ездили, это что, круто разве? Нет, обязательно. Ну, Сторонский, Сторонский уехал, сделал революцию, стал миллиардером, у него сейчас оценка компании 20 миллиардов окончила. Большая, большая, большая годкость. Ребята, которые сделали Playrix компания крупнее кефира, переехали почему-то в Лондон. То есть у тебя какой-то радикальный такой взгляд. А сколько людей здесь сделали компания? Тысячи, тысячи, тысячи людей стали здесь успешными, богатыми и гордятся своей страной, живут в своей стране. Спасибо за эту встречу. Очень приятно было. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok